Для флешки диффуза, смоу, флеш и хаешка у Снакса. Хороший размен. Здесь заходят дальше в плент оптики. Играет в Яли на размене. В итоге 3 в 2 ситуация и 1 в 3 для Кейджун Би, парня, который проспал всю движуху. Перетяжка, судя по всему, от датского коллектива на базу Б. Бомба уже в перемычке. В Апуаре Снакс перестреливает своего оппонента. И оптикам можно начинать выходить на базу Б. Но опять же, если говорить о защите Virtus.pro... Ну ладно, на бомбе пошел игрок. Да как так? Ну, совсем чуть-чуть не хватило для того, чтобы перестрелять своего оппонента Юги. Миху в итоге делает минус по Юге. 2 в 2 ситуация у нас на ретейке. Нет щипчиков, что очень важно у поляк. Ну что, давайте посмотрим. Ух, подставляется жесткий рефреш и появляются шансы. Нету Молика. И назад не ушли. Учитывая то, что там сейчас нет этого лысого вагона. И вообще под вагонами сидеть нельзя. Но вы сами понимаете, на трене вот посреди плента тебя очень жестко убивают. Неплохо, Снакс. Просто внедрился в спину. Буквально и конфликт не то чтобы даже не ожидал. Он не был к этому готов. Кстати, теперь Юги понимает, что есть оппонент. Ну и Снакс. Сейчас ушел на Б. Обратите внимание, также с авиком. Вот постоянно меняет позицию. Бьяли выигрывают. Они там со Снаксом прострелили. Что? Миху принимает зелень. Это слишком легко. Есть, правда, размена от оптика. А оптики уже заходят на базу. Опа-опа. Все. Здесь очень хорошо складывается рефреш. Отличный размен. Ну что, может быть что-то у оптиков получится? Должны оставить. Один вот уже постелили, кстати, куда на катуху. Так. Кушается нижняя линия. Могут быть проблемы у оптиков. Мы сейчас нужно посмотреть с другими ребятами, которые дают экшен. Рефреш просто убивает бомбу. Но при этом успел установить игрок польского коллектива. 3 в 3 ситуация. Рефреш фейкует. Понимая, что нужно спокусить на себя внимание. Отличный выстрел от него. Также делает рефреш еще один минус. Как же хорош новобранец команды оптик. Тут молодой с аугом, конечно, может смачно сейчас залепить. Оу. Тут смачно отвечает Миху. Но проблемы со здоровьем небольшие здесь у Virtus.pro. Тут же подключается на Plant Ugi. Делает минус. Снакс делает фраг со спины. И не ждет, конечно же, здесь снэпи. Он просто не читался после того, как уже игрок обороны прожал спину. Хорошее начало. В спину уже идет конфиг. Бомба выпадает. Тут же отвечает снэч. Подбирает пакет. Понимает, что уже команда Virtus.pro читается. А парня-то с катушками все еще не проверили. Ну не проверили. А лучше проверять. Инфу дали игроку с бомбой, что мы там не проверили. Видимо нет. Не доиграли здесь поляки. Ну и сейчас закрывают апдаун. Слишком легко. Virtus.pro очень классно здесь выбили апдаун. В итоге есть размен от Kajun. Биснет. Чилует своего оппонента 20 секунд до конца раунда. Юги работает за Plant. Снэпи делает фраг. Три в три ситуация мажет Юги в очень в обидность позиции. И что у нас дальше? Проход на Plant не удается. Исполнять вот подобный мув. Конфиг опять смет спину. Это происходит традиционно. Регулярно. И выход на зелень от поляков. Тайминговый четкий шот от Юги. Отличный минус от Kajun. Доразвернулся. Должен забирать Миху. Но не все так просто. Миху минус 2. Ситуация 2 на 2. Нет. Снэпи забирают. У Миху очень мало хп и нету оружия. Снэпи. Зелень. Зелень сейчас может выйти из пространства. Правда вот... Конфиг! Хорошо. Отличный тайминг для него. Он ловит парня в мейне. Выпадает бомба. Тут же закрывает Юги своего оппонента. И тут без шансов. Соло игрок. Это рефреш. Скажу. Ой какой хороший хэдшот от Миху. Все. Он свое дело сделал. Отвлек. А вот теперь сделали фраг на Б. Это снэчи. Он убил опорника рефреша. И Virtus.pro занимает Б аплент. И будет разыгрывать ситуацию 3 в 3. Чуть-чуть больше экшена. Чуть-чуть больше вот забайтили там на себя на апленте. Отличный развод получился. Еще и вот этот минус от Миху. Сдегла. Они сейчас появятся первыми на экране у конфига. Вот она хаешечка. Отлично. Прилезает одна попка. Вторая попка. Как же это было красиво. И потом хлоп последний. Либо наоборот сейчас будет 15-14 за оптик. ВП там чудом вытащат последний. Так. Ну поехали. Первый хэдшот. Второй хэдшот. Уже тяжело. 4 в 5 ситуация. Знают о конфиге на апдауне, ребята. Ну и тем временем просмотр... На зелени? Туау. А не, не на зелени. Туау. Не прочекал. Прочекал. Как? Что залетело вообще только что? Ответ тут же от Снапи. 3 в 2 преимущество у Виртус Про. 15 секунд до конца раунда. Все очень тонко. Что это за позиция, братан? Снэкс, ну куда? Ну ты ж... Ну сыграй сейфово. У тебя был весь вариант взять этот раунд. Теперь проблемы уже у оптик. Потому что Бьяли делает минус на первой линии. Пошла. Очень важно прочекать катушки. Мы знаем, что это дефолт. И этот дефолт не чекается. Рефреш. Как же хорош в этом моменте. Играет Снэкс на размень. Смотрит спину Каджул, но ценой своей жизни. 2 в 2. Ой-ой-ой, как же Бьяли. Тут можно было все-таки отыграть более пассивно, не подставляться. Снэкс делает фраг. Знает, где его оппонент. Снэкс понимает также, где его визави. Идет перестрелка до ТЭЦа пистолета. И выигрывает этот раунд Снэкс. Пошел выход. Тренис один вверх. Тут один рефреш остается в планте. Все, разорвали базу Б. Нужно устанавливать пакет. Снэкс дальше давит нижнюю волну. Там выход. Вынужденный идти, ребята, в молотов. Это слишком легко для Януш. Он уже сам летит в молек. И тупо сносит просто. Убивает своих оппонентов. Все-таки Виртус Про берут раунд в атаке. Это 16-17. И все-таки рефреш решил там походить за плантом. Я думал, он сейчас просто вдаль полетит. И тут могут быть действительно проблемы. Четко. Как-то он вышел. Пропечатал Миху до 23-х. Но буквально от того патрона не хватило. Миху молодец. Тут же Снэкс включается с АВП на АБ планте. Там начинается полноценный выход от поляков. И Снэкс. Как он не убил его? 27. 27. Дорабатывает. Вилинский очень легко. Конфиг все-таки поработает. Да, второй залетает. Если бы третьему поставил, это было бы просто шикарно. Но в итоге 3 в 1. Рефреш на планте. Рефреш на планте. Но по нему есть информация. И один из КП. Хотя допрыгался там сверху Миху. 5 патронов. Снэкс. С АУгом. Он должен прижимать просто в тело. Рефреш играет на время. Как? Как? 3 в 2. Ситуация. Это походу конец первой карты. Если сейчас Миху не убил. Там 2 красных. И в итоге Конфиг делает минус. Миху 1 в 2. Убивает крышу. третий чел красный, но он не знает, где он.